Придумал применить геометрию инциденции. Что такое геометрия инциденция? Дело происходит на плоскости. Вот у нас есть плоскость. И имеются просто-напросто два множества, конечно. Множество P, множество точек. И множество прямых L. P от слова coins, L, Y. Ну вот, как ходит множество точек, какие-то прямые. Точек будут прямых. Что мы изучаем? Мы изучаем такую плечину IPP. Эта плечина зависит и от точек, и от прямых. И это число инциденций называется. Число инциденций. Множество пар P, L. P из множества точек. L из множества прямых. И еще P принадлежит L. Число инциденций — это количество таких пар P, L, что P принадлежит L. Ну, то есть, если у меня, скажем, есть две P, которые пересекаются по точке. Давайте это L1, L2, а это такая точка P. П принадлежит L, L1, L2. Поэтому число инциденций в этой системе равно 2. Понятно, да? Потому что P, L1, L1, L2. Если у нас, скажем, вот сколько здесь L1? Кто скажет? Ну, вот эта точка приближит L2, L2. Ну, вот эта точка приближит L2, L2. Тут она инцидентная, как говорят, L2. Это тоже L2, L2. В сумме 10 инциденций, правильно? И так, в том числе X, L2, 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 L2. больше, чем доличество элементов множества b и доличество элементов множества e. Правда же, мы же договорились, что число точек и число прямых коникричны, да? Это совсем не реальность. Кажется, что ее можно улучшить, потому что точки и прямые это какие-то специфические объекты. Но мы, например, знаем, что две прямые пересекаются всего лишь по одной точке, а не там по 10, да? Через две точки можно провести одну прямую, а не там прямую. Правильно? Наверное, есть тут какое-то более серьезное утверждение про число инциденций, и вот оно имеется. Имеется замечательная теорема в середине Троттера, в середине Троттера, которая недоверяемым образом оценивает число инциденций между точками и прямыми обломками. Итак, если у меня есть множество точек и прямых, то число инциденций между точками и прямыми, то я буду писать какие-то константы, на них не нужно тоже обращать внимание особо, тем более я немножко могу и еще перебукать. Итак, будет здесь четвертая, и вот это вот произведение ПНР будет стоять в степени 3-меньше, чем 1, будет стоять в степени 3-х. То есть по сравнению с 3-виальной оценкой, вот извлекается вот эта вот степень 2-3. Ну а 4, это всего лишь констант. Но, на самом деле, теорема в середине Троттер не совсем так звучит, хотя в нашей ситуации она будет именно вот так звучать, может быть даже если лучше констант 4, но правильная формировка то, что еще в этой оценке нужно добавить мощность П и мощность Тр. Вот такая вот идея. Почему нужно добавлять мощность П и мощность Тр? Ну очень просто. Смотрите, давайте рассмотрим две ситуации. Пусть у нас есть N точек на одной прямой. N точек на прямой. Скажите мне, пожалуйста, сколько тогда инциденций в этой картине? N. Правильно. N. Так, давайте я буду писать вот этот вот черед. Прямо их у нас 1, а точек G, значит будет N на 1, правильно? В степени 2-3. Так? И вот если бы я ограничился этим чередом, то уже было бы противоречие, потому что N на 1 это N в степени 2-3. Правда же, да? И когда металлеров у меня слишком большое, то вот здесь функция линейная, а здесь функция, которая растет в бесконечности медленнее, чем линейная функция. Понятно, да? Поэтому-то и надо вот эти вот два члена. Число точек тут будет N, а число прямых будет 1. Вот без этого члена N ничего будет не получиться. Так. Если кто-то слышал про двойственность, то он может эту картинку обратить, заменив точек на прямые, значит прямые на точек. Я имею в виду, что можно смотреть вот такую картинку. Когда у меня наоборот одна точка, а прямых R. R прямых. Сколько инциденций в этой системе? R. То же самое, точно такой же расчет, но только точка тут одна, а прямых R. Да? И значит, если бы я эти два члена не добавил, то тогда было бы неправильно сформулировать. Ну, вот мы так-то сформулировали корректное это определение, но на самом деле мы видим, что вот эти вот, так сказать, контрпримеры, они такие дурацкие. У нас вроде бы картинка-то двумерная, мы изучаем двумерную плоскость, прямые точки на ней, а вот это вот не двумерная картинка, она одномерная. Ну и вот эта картинка она одномерная, потому что она двумерная, потому что она двумерная. Получается, что вот эти вот члены паразитические, я бы сказал, они отличают неправильной ситуации, когда у нас двумерная геометрия схлопывается в одномерную. И номерные они не очень важны, они не будут очень важны. Если картинка у нас честная двумерная, а не одномерная, то, значит, эти члены обычно и не будут. Итак, трое слово диаметрия Сибири Витрёта состоит в том, что ФВД при реальной оценке по диаметрии извлекается 2-3. Понятно, да? Мы сейчас докажем эту теорему, не в полной общности, конечно, но в нужной для нас докажем, а давайте пока ее применим к задачам осудовых произведений. Зачем вообще изучать, где нет консиденции, если нет приложений? Давайте вот эту теорему Сибири Витрёта применим. Итак, давайте докажем такое утверждение. Утверждение. Теорема Сибири Витрёта плечет теорему Е. Теоремы Теоремы Сибири Витрёта Можно я вот так и буду сокращать? СБ. Пречет. Теперь я его лично не буду сокращать, потому что было еще ряд решений. Пречет теорему Э. Давайте доказываем. Ну, что значит доказать с помощью геометрии? Это значит, нам надо как-то по нашим множествам построить систему точек и прямых. Чтобы применить геометрию, нужно построить точек и прямых. Множество точек, оно будет устроено очень просто. Это будет Декантовое произведение. Множество а плюс а и а умножить на а. Ну, то есть это множество иксов и иреков таких пар, да? Что есть из а плюс а или из а умножить на а? Давайте рисовать. Это а плюс а лежит на оси x, а на оси y у меня лежит а умножить на а. Вот такой вот прямой точек и вот тут вот точек. Такая сеточка. Множество точек мы определили. Теперь надо определить множество прямых. Множество прямых. Я сейчас определил прямые или АВ, но будет уравнение а на В. В смысле, уравнение прямое с а и ВК. Вот мои прямые. Они создаются уравнением y равно ax минус b. То есть что надо, значит, понимать? Что вот я взял а и В пару из а, из множества а, да? И по этой плане а и В построил прямую сень АВ. Понятно, да? Задав с коэффициентом вот так. Ну, можно скобочки разрыть. Ax минус АВ. Но вообще это не нужно. Нужно сначала сообразить, что я вообще-то, значит, задал различные прямые. Почему при разных А и В у меня прямые разные? Почему? Ну, смотрите. Коэффициент угловой перед х это А, да? А здесь АВ, да? Если прямые равны, если у них коэффициенты, и стриги равны, да? Если у них коэффициенты равны, то у них А равны. А если при этом еще и АВ равны, то и В равны. Правда? Да? Итак, это различные прямые. Разочные они различные, давайте контрольный вопрос. Раз они различные, сколько из всего? АВ. Мощность А в ноте, но мощность В. Ну, А и В у нас из множества А. Мощность А в квадрате. Ну да, мощность А в квадрате. Смотрите. Каждый парик А и В из множества А я сопоставляю прямую. Сколько пар, сколько прямых. Правда же, да? Значит, их А, как правильно сказали, А, то есть А квадрат. Правда? Так, у меня есть множество точек. Какое оно по мощности? Ну, поскольку множество точек это дикат от произведения, так сказать, площадь прямоугольника, это сторона. Правда? Да. Значит, это А плюс А на А на А. Так, а сколько у нас привык? Ну, только что посчитали. А квадрат. Правда? Давайте применять диарену середины Трёта. Мы уже задали точки и прямые. Только для этого нужно посчитать, каким же точкам инциденты эти прямые. Вот у меня прямая у равно Ах минус В. И сколько же она точек пересечет вот в этом декартном произведении. Это самое главное место. То есть любая прямая Эля В. Ну, то есть при любых аре В я построил прямую Эля В. И вот она пересекает множество В по точкам. Таким. А вот таким. В плюс С, АС. Где С пробегает то, что А. Вот это тут самое главное место. И так, еще раз. Я зафиксировал А и В. Рассмотрел прямую Эля В. И говорил, что вот такой бы С я не взял, вот значит В плюс С и АС попадет на мою прямую Эля. Почему? Ну как? Нам говорят, что вот эта точка попадет на прямую. Но надо взять и подставить. Давайте подставим. Значит, вместо Y я подставляю АС. Тут есть А, да? Х у меня В плюс С. И надо еще обучить В. Ну, это верно, Расс. Правда? Потому что получилось АС. Правильно? На такое бы А и В нельзя, вот эти точки попадут на мою прямую Эля В. А сколько этих точек? Сколько этих точек? А и В у меня зафиксировали, а С пробегает множество А. Сколько таких точек? Мощность. Правильно. Мощность множества А. И так, получается, что на каждой прямой лежит, по крайней мере, А точка. Гад? Ну, а теперь, значит, самый главный вопрос. Чего уж не меньше тогда число инциденций между вот этими прямыми и вот этими точками. Смотрите, на каждой прямой у меня лежит А точка. Правильно? А прямых у меня А квадратный. Значит, сколько всего будет? А куб. 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 Мощность П. Вот она. Дальше. И у меня А квадрат. Это максимум А плюс А. А умножить на А. Терминок максимум. Можно доказать, что максимум большой. Правильно? Потому что либо-либо это и есть максимум. Правильно? То есть мы хотим, что m больше, чем a в степени 5 четвертых, выделить, ну, там, на 10. Правда же? Правильно? Мы хотим пытаться что-либо то большое, либо то. Так. Но и поскольку m это максимум, то он не меньше, чем a плюс a и a больше a. Правильно? Значит, это неравенство можно переписать так. 4. Я заменяю a плюс a на m и a умножу на a на m. m в квадрате, a в квадрате, 2 третих, плюс m в квадрате, плюс a в квадрате. Ну, можно еще переписать. 4, m в 4 третих, a в 4 третих, плюс m в квадрате, плюс a в квадрате. Ну, вот у меня три числа. Их сумма большая, больше, чем a в кубе. Ну, значит, одно из этих чисел больше, чем a в кубе, поделить на 3. Правильно? И может же быть так, что все они меньше, чем a в кубе, поделить на 3. Правильно? И, значит, нужно разбирать три случая, когда это больше, чем a в кубе на 3, это и это. Вот это число, а в кубе на 3, больше это страх. Потому что, значит, вот слева оценка, да, снизу оценка а в кубе, а здесь а в квадрате. Это другой совершенно рост. Это простая ситуация. Поэтому давайте я разберу, когда вот это больше а в кубе на 3 и вот это больше а в кубе на 3. Давайте посмотрим. А в кубе на 3. Ну, вот надо тут посчитать, сколько это будет. Будет а. Со встанками, может быть, тут немножко и не получится. Примерно так. Вот. А, значит, если я извлеку холин четвертой степени, будет а в 5 четвертых, 12, 3 четвертых. Ну, в общем, получилась какая-то константа в 10. Но самое главное, чтобы получилась вот эта вот степень 5 четвертых, которая нам нужна. А что будет, если вот этот член больше, чем а в кубе на 3? Ну, тогда я извлекаю корень и получаю а в кубе, а в степени 3 вторых на корень из тройки. Это еще лучше. У меня было 5 четвертых за трачек, доказательно. А здесь получается целых 3 вторых. Это гораздо больше, чем а в кубе. Понятно, да? Поэтому вот этот и вот этот случай, они простые. А самое главное, когда большой член, он вот этот. Мы про это и рассуждали, что на самом деле в теории Сергея Леонидовича Леонидовича, если картинка у нас двумерная, честная, то тогда вот это слагаемое играет главную роль. Ну, понятно, что вот здесь вот картинка двумерная, а не одномерная. Так, стынь, как правильно. Двумерная. Здесь сейчас. Редактор субтитров. Бука. У casual.